Добрый день дорогие друзья, вы находитесь на канале Smokers Magazine и в этом выпуске мы продолжим наши беседы о Данхилл, но на этот раз мы поговорим о сигарах. В сигарном сообществе любят давать отсылку к 1907 году, когда Альфредом Данхиллом был открыт первый табачный магазин. Однако история сигар Данхилл началась лишь 30 лет спустя, когда Альфред Генри Данхилл, сын основателя в 1935 году, заказал на кубинской фабрике Эльрей Дель Мунда первые сигары для своей компании. Потом были кубинские же Упман, производство в Гондурасе, Доминикане, в Никарагуа, все завертелось, закружилось и в итоге торговая марка Данхилл осела в руках к табачного гиганта British American Tobacco. Линейка Данхилл Эджет появилась в 1989 году, когда был заключен контракт с доминиканской фабрикой Табакалера де Гарсия. Однако сигарными делами с подачи той же бат занималась американская компания Altadis. В 2011 году делами сигарными занялась компания General Cigars, тогда же и производство было перенесено на фабрику General Cigars Доминикана. В том же году обновили всю линейку Данхилл Эджет, а по случаю нового контракта была выпущена новая серия сигар Данхилл Эджет резерва 2003 года, состоящая из сигар всего одного формата Robusta Grande. В этих сигарах используется табак, самый продолжительный во время выдержки среди всех сигар Данхилл. На момент выхода этих сигар в массовую продажу выдержка табака составляла 10 лет. И речь идет о табаке урожая 2003 года, который был бережно укутан в связующий лист Connecticut Broadleaf, а сверху одет в аккуратный эквадорский покров Connecticut Shade. После этого готовые сигары выдерживались в течение года в кедровых коробках. В общем, все серьезно, как и положено для лимитированных сигар. Давайте посмотрим, как же обстоят дела на самом деле. Сигара скручена равномерно, по всей длине покровный лист светлой, сеткой, тонких вен, шелковистый, не с легким глянцем. Аромат покрова сладковато-древесный, с цветочными оттенками. В холодной тяге сигара дает сладковатый вкус кленового меда с доброй порцией травы и пряностей. Тяга хорошая, может чуть облегченная. Старт у сигары сладкий с теми же медовыми нотами. Есть немного травы и вскоре начинает проявляться легкая пряная острота. Время от времени мелькают шоколадные ноты. Аромат дыма сладковатый. Мед, засахаренные орехи, немного выпечки. Крепость на этом этапе умеренная. К середине вкус становится более травянистым или даже синым. Появляется привкус овсяного печенья. Становится более отчетливым. Белый перец. Похожие изменения происходят и в аромате. Дым наполняется древесными нотами. В нем также присутствует немного травы. Сладкая выпечка остается, но отступает на задний план. В финальной трети сладость возвращается. Создается впечатление, что делает она это с удвоенной силой. Здесь и мед, и масляные, и кремовые ноты. Есть немного орехов. Однако лейтмотивом остается травянистый привкус, проходящий красной нитью через всю сигару. Заметно усиливается оконцу и крепость, мягко окутывающая плотным одеялом. В аромате дыма кедр. Есть немного кожи, орехи. Но заметны и не сильные гарные ноты. Неплохая сигара с ярким, но не очень плотным вкусом и приятным ароматом. Сладкая в начале, в середине она ненадолго становится травянисто-пряной. Не к финалу сладость отыгрывает свои позиции, прочно занимая медово-кремовый плацдарм вкуса. Хорошая крепость, мягкая в начале, в конце курения она наполняет организм почти под завязку, коварно отвлекая при этом сладковато-травянистым, утонченным ароматом. Сигара звезд с неба не хватает, но получилось довольно интересно. Что ж, а на этом у меня все. Если видео показалось вам интересным, ставьте большие пальцы вверх и обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Smokers Magazine. Субтитры сделал DimaTorzok